Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале, и в сегодняшнем видео я вам расскажу про косметику сетевого бренда под названием Faberlic. Я прям представляю, как многие испугались, увидев название видео, потому что когда некоторое время назад мы с вами тестировали косметику Mark от бренда Avon, были такие комментарии, что, о боже, только не сетевая косметика, нет-нет-нет. Но сегодня мы с вами, я надеюсь, сломаем стену этого, знаете, недоверия такого к сетевой косметике и рассмотрим российский бренд Faberlic, а конкретно их коллекцию, которая называется Beauty Box, и лицом этой коллекции является популярный блогер и просто очень красивая девушка Мария Вэй. Я думаю, что вы все прекрасно ее знаете. Итак, по поводу Faberlic. Я никогда, ни разу не пробовала ни одного продукта от этого бренда. Он как-то находился вообще абсолютно за границами тех брендов, которые меня интересуют. Я пробовала что-то от Avon, от Ariflame, но вот Faberlic как-то мне никогда не доводилось. Но недавно мне в руки попал их каталог, в котором несколько страниц было посвящено Марии Вэй и коллекции, которые она представляет. Сразу хочу оговориться, что я так понимаю, что Мария Вэй является исключительно лицом этой коллекции. Она как бы иллюстрирует различные макияжи, которые можно сделать с помощью этих средств и не имеет отношения к разработке продуктов или разработке оттенков. Поэтому сегодня мы будем говорить исключительно о самой косметике Faberlic из вот этой вот линейки. И, кстати, нужно сказать, что очень красивые здесь образы представлены в каталоге. Очень красиво Мария Вэй накрашена. Ну, в принципе, как всегда. Итак, я заказала себе практически полный ассортимент, который был именно в этой коллекции. Я так понимаю, что эта коллекция более такая, знаете, молодежная, какая-то подростковая. И, соответственно, сегодня я вам хочу рассказать о результатах тестирования. Одна из основных фишек этой коллекции заключается в том, что палетки выпускаются вот в таких жестяных баночках. И есть еще такой большой бьюти-бокс тоже жестяной, который нужен для того, чтобы вы хранили там всю свою косметику. Но я решила его не заказывать, потому что, в общем-то, для меня он совершенно бесполезен. И вот, что у меня есть. Отдельно хочу отметить, что мне совершенно не понравилось заказывать с сайта Faberlic, потому что он, по-моему, ему не хватает какого-то дружелюбия к пользователю, особенно когда вы начинаете оформлять заказ. И мне очень сильно не понравилось, меня просто это взбесило, то, что когда вы пытаетесь пополнить свой счет с банковской карты, с вас еще будут списывать небольшую такую комиссию. Вот знаете, это у сетевой косметики очень распространено, когда с вас, ну вот так вот по 5 рублей, по 10 рублей, постоянно-постоянно какие-то маленькие такие еще суммы берут. Итак, давайте уже перейдем, собственно, к косметике. И, наверное, начнем мы, нет, не с тональных кремов в этот раз, а вот с такого бальзама для губ. Про этот бальзам я читала на сайте Faberlic, что многим он не понравился, хотя у меня об этом, ну, несколько другое мнение. Мне показалось, что он достаточно приятный, и хотя было заявлено, что он должен оказывать на губы какой-то охлаждающий эффект, этого я вообще не заметила. Вот посмотрите, он очень похож на бальзамы EOS, и, собственно, по как бы своим свойствам тоже. То есть он не имеет какого-то длительного накопительного эффекта, вы его наносите, у вас, ну, как бы губы такие маслицем немножко намазаны, приятный фруктовый аромат нет, никакого вкуса выраженного. Как только вы его как-то слезнули, или, я не знаю, промокнули губы салфеткой, все, у вас губы возвращаются в прежнее состояние. Ну, такой вот недорогой симпатичный бальзамчик, который, в принципе, ну, можно заказать как дополнение к какому-то более объемному заказу. Но дальше уже переходим к таким более весомым средствам. И следующий вопрос, который мы рассмотрим, это тональные кремы. Вот таким образом представлены эти два тональных крема в каталоге. Один из них стоит 349 рублей, второй 249 рублей. И первый тональный крем, который привлек мое внимание, это был вот этот, который называется Feel Fresh. И здесь написано, что это FF крем, собственно, поэтому я и обратила на него сразу внимание. Но, как я поняла, эта аббревиатура не какая-то функциональная, в отличие от CC кремов или BB кремов, она обозначает просто Feel Fresh. Второй крем называется Selfish. И он немножко другой, потому что вот это, это универсальный оттенок, который подстраивается под тон кожи. А вот этот тональный крем, он все-таки имеет несколько разных оттенков. Но по своему действию мне показалось, что они, знаете, немножко как будто из одного просто котла, из одной кастрюли, потому что они очень сильно похожи. То есть вот этот, конечно, имеет первоначально какой-то сероватый оттенок, когда вы его наносите, потом он подстраивается по тону кожи. Вот этот тональный крем имеет именно розовый оттенок. И по текстуре он чуть-чуть более легкий. Для меня было удивлением, что эти тональные кремы, они оба достаточно плотные на самом деле. И они довольно хорошо перекрывают недостатки. То есть я думала, что это будет, знаете, ну вот что-то вроде просто какого-то увлажняющего крема, немножечко с таким пигментом. Но на самом деле это полноценные тональные кремы. Что мне не понравилось в обоих этих тональных кремах, это то, что они дают довольно такое заметное сияние на лице. То есть именно если говорить про это, как про такую более подростковую, более молодежную косметику, это здорово. Это вообще замечательно, потому что, ну, наверное, это именно то, что нужно молодым девушкам придать лицу еще большее сияние. Но если вы любите более матовые какие-то финиши, то это точно не ваш вариант. Еще из плюсов, эти тональные кремы оба держатся на коже хорошо, и они хорошо скрадывают поры. На самом деле вот эти средства для меня явились, ну, таким удивлением приятным, потому что я, честно говоря, считаю, что у сетевых марок довольно редко бывают именно тональные кремы хорошие. Есть некоторые разделы косметические, которые, как правило, у сетевых марок очень хорошо выходят, но это обычно не тональные средства. А вот здесь оказалось, что все очень даже неплохо. У них довольно, правда, странная одушка, такая, знаете, легкая, чуть-чуть конфетная. Поэтому я думаю, эта одушка многим может не понравиться. Следующее, что у меня здесь есть, это вот такой консилер, который называется Magic Drop. И это консилер, который имеет в своем составе какое-то большое довольно количество светоотражающих частиц. Честно говоря, вот это меня навело на некоторые мысли, потому что он подходит, разумеется, больше для того, чтобы маскировать какие-то синяки под глазами. То есть это не то средство, которым вы можете пользоваться как универсальным консилером. Ну, слишком просто. Много сияния, прям оно такое явное, когда вы его наносите. По поводу пигментации он тоже не особенно как-то меня впечатлил. У него легкая текстура, он не закатывается в какие-то морщинки, но пигментации явно недостаточно. То есть, опять же, если рассматривать как какую-то молодежную косметику, для того, чтобы скрыть, ну, такие вот минимальные проблемы, очень даже неплохо. Но, опять же, если рассматривать как молодежную косметику, то могут быть и потребности, чтобы скрыть какие-то несовершенства кожи. Вот с этим он, к сожалению, вряд ли справится. Поэтому, ну, такой, знаете, на четверочку с минусом или даже на троечку с плюсом консилер оказался. Я не впечатлена. Дальше хотела вам показать то, что вот прям вообще мне не понравилось. Вот прям это был полный провал и это средство для бровей. Вы, наверное, смотрите сейчас на мои чересчур выделенные брови и думаете, что же это такое? Почему же они такие у нее сегодня огромные? А я вам расскажу, почему это случилось. Из-за чувства противоречия. Я думаю, что у вас такое тоже иногда бывало. Итак, вот такая палетка, которая называется Super Brow. И это палетка в жестяной баночке. Сразу хочу отметить, что вот эти палетки в жестяных баночках, они довольно дорогие. Они дороже, чем средства в пластиковой таре. И давайте сейчас я найду каталог и скажу вам точно, сколько вот эта палетка стоила. Итак, здесь написано, что раньше она стоила 800 рублей. Теперь она стоит 649 рублей. И в пару к этой палетке я еще заказала вот такой вот гель для бровей, который якобы стоил 300 рублей, а сейчас 229 рублей. Ну что ж, что я могу сказать по поводу этой палетки? Это палетка, которая по сути не имеет пигментации. Она, я даже не знаю, что можно вообще с ней делать. Хотя нет, знаю, сейчас вам расскажу, что с ней можно сделать в результате. Но именно как средство для бровей, на мой взгляд, это полный провал. Потому что эти оттенки, они очень-очень слабо пигментированы. Вот здесь, кстати, есть еще вот такая вот двусторонняя щеточка. Итак, давайте посмотрим. Здесь всего четыре оттенка, один из которых является хайлайтером. Кстати, довольно неплохой хайлайтер. Очень такой мягкий, с маленькими-маленькими блесточками, которые, в принципе, очень даже неплохо смотрятся. И цвет у него такой бежевато-розоватый. Но вопрос в другом, вопрос в самих оттенках. Попробуем эти оттенки. Кстати говоря, здесь самый темный, это скорее такой, знаете, светло-серый цвет. Вот так вот они выглядят на пальцах. И, соответственно, то, что вы видите на пальцах, это обычно куда более пигментировано, чем то, что вы в результате получаете на лице. К сожалению, я просто не смогла накраситься этими тенями для бровей, потому что они не оставляют практически никакой пигментации. В каталоге указано, что нужно эти цвета смешать между собой, чтобы получить свой идеальный оттенок. Но, честно говоря, на мой взгляд, этим заниматься совершенно бесполезно, потому что пигментация здесь настолько слабая, что смешиваю-не смешиваю, ну ничего у вас дельного не получится. Но как можно использовать эту палетку? Она вполне себе неплоха для того, чтобы делать скульптурирование глаза. То есть, чтобы делать, знаете, вот какой-то базовый очень макияж глаз. Очень легкие такие цвета, не особо сильная пигментация отлично подойдет для тех, кто любит очень легкие макияжи, либо для тех, кто только этому учится. Вот в этом плане это очень даже хорошая палетка, особенно учитывая то, что здесь есть еще и вот этот вот хайлайтер, который тоже можно для этого использовать. Но, честно говоря, за 649 рублей я не думаю, что стоит ее покупать для этих целей. Дальше у нас идет вот этот вот гель для бровей. И это, честно говоря, ну вообще он просто никакой. Он абсолютно прозрачный, нужен для того, чтобы зафиксировать брови, но, к сожалению, он этого не делает. У него текстура скорее вот как у воды, и только когда он подсыхает, у него появляется какая-то небольшая такая клейкость. Дело в том, что брови он делает вот просто, если они у вас достаточно густые сами по себе, он вам чуть-чуть вот так склеит волоски, и они повиснут такими грустненькими домиками, потому что он не способен, например, их зафиксировать в каком-то положении, так более вверх или более вбок. Он именно вот как-то их стягивает вниз. Совершенно не работает, к сожалению, этот гель. Может быть, для тех, у кого очень-очень тоненькие брови, этого будет и достаточно, но вообще нет. Он никому не нужен. Нет, ребят, нет, нет, нет. Ну и, собственно, что случилось с бровями, когда я не смогла накраситься вот этим вот всем. Я просто, знаете, немножко назло так, чересчур сильно провела пару раз карандашом, и получилось вот это. Ну, ладно, это иногда случается. Следующее средство, которое я хочу похвалить, это вот такая вот маленькая прелестная штучка, очень похожая на ту, которую я вам недавно показывала, от корейской марки It's Skin. И это называется наливное средство для губ и для щек. Это действительно очень приятная штука. Это такое, знаете, что-то похожее на полупрозрачное какое-то, не знаю, гелевое средство, которое просто придает лицу симпатичное такое сияние, симпатичный румянец. И на губы тоже его можно наносить. Вот сейчас у меня как раз на щеках есть эти румяна и немножко на губах. Ну, смотрится, знаете, так достаточно, ну, достаточно приятно. И наносить его тоже приятно, потому что у него нежирная текстура, она скорее такая ближе к водянистой, вот именно по ощущениям. Следующая это Final Touch. Это палетка, которая в себе содержит пудру для скульптурирования. Она у меня немножко пыльная из-за того, что я ей сейчас красилась. И здесь в этой палетке есть вот такая вот карточка с инструкцией, как нужно пользоваться этой палеткой. Ну и, собственно, что находится внутри. Здесь вот такое средство, которое состоит из трех оттенков. Это хайлайтер, это пудра, которая, я не знаю вообще для чего предназначена в таком оттенке. И вот такой более темный оттенок. На самом деле здесь у меня возникают большие вопросы, потому что, собственно, не очень понятно, почему именно такое количество средства, ну, как бы вот почему она так разделена. То есть здесь мы можем предположить, что для кого-то, у кого очень светлая кожа, они будут использовать больше вот этот оттенок средний. Либо, чтобы, например, сравнять цвет тональной основы, можно его использовать. А вот этот будут использовать те, у кого, кто хочет больше интенсивности макияжа, или у кого более темная кожа. Либо их можно смешать между собой, чтобы получить идеальный оттенок. Но почему именно темного цвета так мало? А самое главное, почему так мало хайлайтера, который тоже оказался весьма неплохим? У него нет какой-то такой прям сильной пигментации. Он очень мягкий по сиянию. В нем есть мелкие блестки. И, знаете, он не дает вот такого эффекта, вот прям хайлайтер. Он дает, ну, вот так вот чуть-чуть, чуть-чуть такое аккуратное сияние. И если бы, если бы, например, его было вот так вот в половину, это было бы классно. Кстати, на самом деле, оказалось, что вот эти пудры по качеству очень неплохие. Они такие мягкие, они мелкого помола. И, в принципе, мне понравились. Но, опять же, давайте проверим, сколько они стоят. И я скажу, как бы считаю ли я это справедливой ценой. Ага, оказывается, в центре-то у нас пудра была. Значит, это пудра. А вот то, что темная, это бронзер, а светлая, ну да, это хайлайтер. Стоит эта палетка 529 рублей, хотя раньше стоила 800, опять же. Ну, на самом деле, если говорить о вот этом средстве, как о пудре, то она вообще-то очень темная. Я не думаю, что ее можно использовать именно таким образом. Скорее, вот, да, как-то смешивать между собой, либо использовать именно как скульптор. Вот, кстати, хорошо в этих средствах, что они хорошо растушевываются. Ну, нет, знаете, за 529 рублей даже. Тем более, там, за 800 это очень дорого. Я не думаю, что стоит такую палетку приобретать за эти деньги. Вот дальше у меня опять идут два средства, точнее, две категории, которые мне, ну, не то, что вот прям совсем не понравились. Кое-что совсем не понравилось, кое-что, ну, как-то так непонятно. Вот такая палетка, которая называется Amazing Eyes. А, вообще, они выпускаются сезонными. И есть еще летний вариант, есть весенний вариант, и вот это зимний вариант. Ну, соответственно, различаются по подборке оттенков. Здесь вот такие вот цвета. И сразу хочу сказать именно по качеству теней, по поводу того, как они ощущаются. Они очень мягкие, они хорошо очень растушевываются. Это здорово. И, кроме того, почти все оттенки имеют очень неплохую пигментацию. Единственный оттенок, который вообще практически не имеет пигментации, это вот этот голубой. Но, в принципе, даже в самой палетке он уже и смотрится очень бледным. То есть, когда вы его наносите на кожу, его вообще не видно. Что касается вот этого оттенка серого, он достаточно пигментирован, но он, к сожалению, очень сильно осыпается. Вот этот синий мне понравился. Он красиво смотрится, когда вы его только наносите. Но, когда вы его начинаете растушевывать, он превращается немножко, вот знаете, в такой синий с сероватым подтоном. Это очень частая проблема у синих оттенков, тем более у таких темно-синих. Но это не совсем то, на самом деле, что я ожидала. Вот этот оттенок и вот этот мне понравились. Они хорошо работают именно как какие-то подсвечивающие. То есть, вот этот можно наносить в центр века. Вот этот как хайлайтер, там, в уголок глаза, под бровь. А вот это, это очень даже хороший оттенок для того, чтобы выровнять цвет века перед нанесением макияжа. В чем у меня претензия к этой палетке? Она заключается в том, что вот сам подбор оттенков, то есть, понятно, почему он такой, это зимняя палетка. Но вы не слишком много сможете здесь придумать различных сочетаний макияжей с этой палеткой, потому что, ну, собственно, вы видите, такие цвета не самые какие-то прям интересные. Ну и, конечно, пигментация, она неплохая, но все же она не самая такая яркая. Я бы сказала, что если у вас, например, есть младшая сестра или если у вас есть дочь, которой очень сильно нравится Мария Вэй и которая вот как бы хочет повторить какой-то ее образ из каталога Фаберлик, в принципе, вот именно для молодой девушки эти тени, они очень неплохие, потому что с ними не так легко как-то ошибиться. С ними сложно сделать вот какой-то прям, прям некрасивый макияж или какой-то очень яркий макияж. Поэтому, чтобы вот как-то на них учиться, то вполне. Но вот именно подборка цветов мне не нравится. Я думаю, что, может быть, весенние или летние какие-то более интересные. И опять же, я думаю, что у обычных бюджетных марок, таких как Essence, Catrice, есть намного более интересные палетки, которые еще, к тому же, более бюджетные. Сейчас я немножко еще поругаюсь, а потом мы с вами перейдем к хорошим продуктам, которые мне реально понравились. И первая из плохих, которые мне, к сожалению, не понравились, точнее, давайте сразу про два. Это вот такие вот туши для ресниц. Вообще, по поводу туши, туши это обычно та категория, которая у брендов сетевой косметики, они выходят хорошо. Но это, к сожалению, не совсем тот случай. Одна тушь, которую я вам хочу показать, называется Fly Lashes. И, в принципе, это такая обыкновенная тушь, вот с такой вот большой щеточкой, не силиконовой. А вторая, это тушь с силиконовой щеточкой. Я думаю, что вы сто раз подобные щеточки видели. Обе эти туши очень хорошо наносятся. Они не склеивают ресницы, они придают им длину. Причем вот эта, как ни странно, она более такая базовая, в том плане, что она их удлиняет, но она не придает объема. А вот эта придает больший объем. И, опять-таки, очень здорово, что они ресницы не склеивают. Но в чем здесь проблема? У обеих этих тушей, у них достаточно такая тяжелая кремовая текстура. И к чему это приводит? Если вы сначала подвели ресницы, и потом накрасились этой тушью, вашего вот этого изгиба хватает на несколько секунд. Вы наносите туши и смотрите, ой, ну, вроде так хорошо получается, красивые ресницы, а потом они у вас вот так бах, и все, и опустились вниз. Я, конечно, понимаю, что не у всех есть такая проблема именно с подкручиванием ресниц. У многих ресницы от природы растут вверх, и вам очень повезло, если у вас так. Но если это не так, то вы просто замочитесь с этими тушами. Вот поверьте мне, вам будет очень неудобно именно, ну, вот это вот все повторять по новой. То есть вы подвели ресницы, накрасились, они у вас опустились, вам приходится снова их подвивать и так далее. Кстати, недавно я слышала такой трюк, что если у вас такая тушь, которая вот такой вот делает, вы можете, когда вы ее открыли, чуть-чуть подержать, ну, там, секунд 20, пока она не станет более сухой, пока вот эта щеточка не подсохнет, и тогда она вряд ли будет делать вот такую вещь. И последняя категория, это то, что, а, кстати, не сказала, она еще, к сожалению, осыпается. Причем вот эта осыпается, вот эта значительно меньше. Почти не осыпается, но вот эта очень сильно. Последняя категория, которую я хочу похвалить, это помады и средства для губ. У меня здесь совершенно разные средства. Первое, это вот такой вот блеск, который называется Lolli Lips. Это такой, знаете, достаточно классический блеск, потому что у него есть и вот эта вот конфетная такая отдушка. Он достаточно стандартного розового оттенка, но, в принципе, вы можете выбрать оттенок, они совершенно разные. Мне понравилось, что он стойкий, он действительно долго держится на губах, он на губах хорошо ложится, он, знаете, не как-то вот, не ложится комками, очень равномерно, очень симпатично выглядит, но при этом он немножко липкий. То есть вот именно стандартный, такой классический блеск для губ хорошего качества. Мне кажется, что это очень, очень даже неплохое приобретение, если вы любите именно пользоваться какими-то блесками для губ. Вот я лично не очень люблю, но я оценила. Он действительно очень даже хороший. Следующее средство, это Lip Tattoo. Это тинт, стойкий тинт для губ. У меня это не самый какой-то удачный оттенок, который имеет номер 44070. Мне не совсем он понравился, я вообще хотела другой выбрать, но, к сожалению, его не было в продаже. Он хорошо тоже ложится на губы, без каких-то неровностей, без каких-то вот комочков, не особо подчеркивает шелушение, хотя обычно тинты очень хорошо их подчеркивают. Единственный момент, что опять же, как и со всеми тинтами, с ним, во-первых, нужно работать быстро, пока он еще у вас не застыл в этом положении и не окрасил какие-то лишние места на губах. И также он все-таки подсушивает губы вот в результате. Вы его наносите, он вроде как хорошо ощущается, но потом через некоторое время вы чувствуете, что вот есть вот это такое ощущение стянутости, но это со всеми тинтами абсолютно происходит. Поэтому советую вам, если вы любите пользоваться тинтами, вы можете поверх тинтов наносить немножко бальзама для губ, либо какого-то прозрачного блеска, чтобы вот хотя бы минимизировать эти ощущения, сухости. Но вот и самое последнее на сегодня это то, что мне очень сильно понравилось. Очень-очень сильно понравилось. Я считаю, что это реально из всей вот этой коллекции это самая какая-то интересная находка. Это вот такая помада, которая называется металлайзер, я так понимаю. Это металлизированная матовая помада. Вот это действительно очень классная вещь. Я хотела заказать тот оттенок, который был у Марии Вэй в каталоге на губах, но, к сожалению, его естественно не было в продаже, потому что он действительно какой-то самый интересный, такой глубокий сливовый цвет. Ну, в общем, какой остался, тот и заказала, и это скорее такой вот золотистый. Чем хороша эта помада? Во-первых, она имеет тот же самый аромат, который имеет помады от NYX, Soft Matte Lip Cream. Такой, знаете, немножко конфетный, довольно приятная вот эта отдушка. Во-вторых, она наносится супер таким тонким слоем, абсолютно невесомым, без какого-то конкования. Вот прям идеальный такой слой. И когда она застывает, она превращается у вас на губах именно вот в этот эффект матового металлика. Это очень красиво смотрится, а кроме того, она супер стойкая, она очень хорошо держится на губах, она смывается именно какими-то смывками для снятия макияжа на масляной основе. И также она абсолютно не сушит губы. Мне прям очень понравилась эта помада. Вот это реально отличная находка из всего того, что мы сегодня с вами рассмотрели. Кстати, в каталоге написано, что эта помада стоит 269 рублей, хотя раньше она стоила 400 рублей. Я не знаю, когда это было раньше, потому что, на мой взгляд, 400 рублей за эту помаду это все-таки немножко уже дороговато, хоть она и действительно очень-очень такая неплохая. А вот по поводу палеток, которые якобы стоили раньше 800 рублей, 800 рублей за эти палетки, это вообще какая-то фантастическая цена, потому что даже те 550 рублей, которых они стоят сейчас, это дорого для них. По поводу вообще вот этой коллекции. Как вы уже поняли, что-то мне понравилось, например, помады, мне понравились тональные средства, хотя это совершенно не значит, что они понравятся вам, потому что кожа у всех разная, и тональные средства это вообще очень субъективная вещь. И также мне понравилась вот такая вот штучка, наливное средство для губ и щек, и мне кажется, это очень даже неплохой подарок для девушки, для девочки, которая, например, учится в школе или в институте, где особенно нельзя сильно и как-то заметно краситься. Это такое универсальное средство, которое будет очень естественно и симпатично смотреться на лице, и никто не догадается, что вы на самом деле чуть-чуть подкрасились. По поводу туши, к сожалению, разочаровали, по поводу палеток, ну тоже как-то, ну не знаю, вот средство для бровей, это вообще был полный провал. В принципе, наверное, все-таки немножко вся косметика, вот если брать в целом, оказалась чуть лучше, чем я ожидала, все-таки как-то больше в положительную сторону перевесила, но тем не менее, у меня нет такого желания скорее бежать, листать каталог Фаберлик, заказывать там новые разные средства, все их пробовать, ну как бы да, вполне неплохо, лучше, чем я ожидала, честно говоря, но ничего такого фантастического. По крайней мере, это было интересно, и надеюсь, что вам тоже было интересно посмотреть этот обзор. На этой ноте хочу с вами попрощаться, и, пожалуйста, напишите мне в комментариях, знакомы ли вы с этим брендом, пробовали ли вы что-то, может быть, из этой коллекции или с другой, и вообще, какие у вас отношения с сетевой косметикой. Спасибо вам за просмотр, и до встречи в следующих моих видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok